А скажу, что в нашем докладе с Леонидом Михайловичем Захаровым, моим коллегой с автором по целому ряду работ, в которых мы обращаемся к просуде, В докладе строится когнитивно-семантическая модель концепта, выражаемого глаголом «переспросить» и его дериватом «переспрос», который репрезентируется в виде набора признаков с их значениями, сочетание которых из этих признаков задают нечеткий экстенсионал данного концепта. На базе этой модели мы уточняем толкование обыденного понятия «переспрос», даем определение лингвистического термина «переспрос» в узком смысле, как относящимся к прототипическим представителям данной категории, и строим типологию «переспросов» в широком смысле, включающую и их непрототипические варианты для разновидности. Благодаря тому, что данный концепт лингвоспецифичен, были получены методом концептуального анализа обратных переводов с английского языка, вот как раз те признаки, которые составили даже гранитивно-семантическую модель. Итак, объекты, да, вот план доклада сначала. Сначала мы дадим общую характеристику исследования, затем посмотрим, что нам дают толковые словари относительно обыденного концепта, что они в своих толкованиях значений данных слов указывают, Затем мы перейдем к проблеме лингвоспецифичности данного концепта и проанализируем переводные соответствия глагола «переспросить» в англо-русской части параллельного под корпуса национального корпуса русского языка. Затем мы укажем на свойства переспросов, которые были выведены в качестве результата этого анализа по данным национального корпуса, Затем обратимся к тому, как используется слово «переспрос» как лингвистический термин. Убедимся, что никакого определения мы не можем найти в литературе, в российской лингвистике этому термину. Дадим такой вариант собственного определения, как можно было бы уточнить это понятие для лингвистики. Затем покажем, какие типы переспросов встречаются, не являющиеся, которые, может быть, под русское определение переспроса не подходят, но входят в обыденное понятие, которым мы все с вами пользуемся, когда говорим по-русски. И, излагая типологию, будем также июстрировать просодию переспросов. Почему? Потому что в лингвистике термин переспрос прежде всего возникает в связи с интенсионными моделями русского языка. Следующий слайд, пожалуйста. Вот некоторые общие положения относительно проведенного исследования. Объект моделирования – это концепт обыденного сознания, выражаемый в русском языке глаголом переспросить-переспрашивать и его глагольным именем, соответственно, переспрос. Данный концепт представляет интерес прежде всего своей лингвоспецифичностью, поскольку он не имеет прямого соответствия в целом ряде языков, в частности в английском, немецком, французском. При этом ни толковые словари, ни двуязычные словари не дают достаточной информации о его содержании. Поэтому моделирование концепта переспрос актуально не только для построения общей модели концептуализации речевых действий в русском языке, но и для практики перевода. Кроме того, оно актуально и для уточнения лингвистической терминологии, поскольку термин переспрос используется в методике лингвистики без строгого определения, как если бы его специальное значение было самоочевидным. Следовательно, модель обыденного концепта переспрос позволит дать четкое определение термина переспроса. То есть то, что мы будем делать, это в каком-то смысле идет в области лингвистической философии, когда мы уточняем научные понятия, анализируя понятия обыденного языка и показывая, что некоторые недоразумения могут возникать из-за нечеткого употребления слов в обыденном языке. Концепт моделируется на теоретической основе когнитивной семантики. Что мы берем от когнитивной семантики? Мы рассматриваем слово как экспонент концепта. Слово задает лексическую категорию или класс в виде нечеткого множества, элементы которого находятся между собой в отношениях семейного сходства. Ядерные или прототипические представители категории обладают определенным набором свойств, опять-таки прототипических, а периферийные представители категории притягиваются в категорию на основе совпадения с ядерными элементами хотя бы по одному из свойств прототипа. Модели импрезентируются в виде множества признаков с их значениями, на основе которых строится определение термина переспрос и типология переспроса. Материалом нашего исследования послужили конструкции прямой речи с вопросительными репликами, которые охарактеризованы в тексте при помощи глагола переспросить. Материал взят из национального корпуса русского языка, а также из русской грамматики, всем известного свода правил русского языка 80-82. Пожалуйста, толкование что нам дают? Вот посмотрите, что дают Ожигов? Переспросить кого что? Спросить еще раз, обычно не расслышав или не поняв. Вот тут красным выделено толкование, потому что оно неверное. Переспросить в своем основном значении это не значит спросить еще раз. Мы увидим потом на примерах, что это лишь одно из значений, причем оно не сочетается с обычно не расслышав или не поняв. То есть тут произошла контоминация двух разных значений, дающая целое, которое неадекватно тому, что мы находим в реальном употреблении. Лучше обстоит дело, правильно обстоит дело в словаре в малом академическом четырехтонном. Эта же вакамула, повторенная в большом толковом словаре русского языка 17-ти тонн, где даймется по сути три значения. Они немножко по-другому там упорядочены. 1, 1, 1, 2 и 2. Но чтобы с этой позиционной нотацией не путаться, к тому же почему-то сближены первые два значения, а третье показалось составительным каким-то особым, на самом деле они все заслуживают того, чтобы быть поданы отдельными пунктами. Итак, первое. Задать вопрос к чему-либо сказанному, прося повторить сказать что-либо еще раз. Вот здесь мы видим важный проспект, отличие, который упущен ложеками, что это не просто спросить еще раз, а задать вопрос к чему-либо сказанному обязательно, прося повторить, сказать что-либо еще раз. Затем вторично задать тот же вопрос, как мы видим, вот как раз второе значение, по сути дела, совпадает с спросить еще раз. И третье. Спросить, опросить всех, многих или обо всем многом. Значит, теперь посмотрим сначала на второе и третье значения. Вот перепросить второе. По сути дела, это то, что в лингвистической типологии называют формой рефактива или репетитива по глаголу спросить. Вот есть такая грамматическая категория рефактив или репетитив. В некоторых языках она выражается аффиксами грамматическими, у нас приставка перья, многозначная приставка перья, которая позволяет от любого глагола образовать другой глагол со значением сделать то, что обозначено исходным глаголом еще раз. Вот это у нас такие формы рефактива регулярно образуются от всех основ, в которых в принципе можно помыслить, что такое действие может быть повторено. вот пример рефактивного употребления. Говорящие спрашивают, кто же вы? Адресат ему отвечает. Ни за что не угадаете. Дальше идем. О, помилуйте. Ныне гадать, таких кроссвордов еще никогда не было. Новое на новом и новым погоняет. Кто же вы? Уже свободнее и настойчивее переспрашивает он. То есть тот же самый вопрос задается повторно, без того, чтобы человек не понял чего-то из ответа. Просто он повторяет свой вопрос, не получив ответа перед этим. Никакого непонимания, нерасслышки мы тут не наблюдаем. Теперь следующее, переспросить третье. Тоже грамматическая форма, по сути дела, от глагола спросить, которая в линвистической типологии называется дистрибутив. Это тип неполного повторения, тут я цитирую Булунгена, тип неполного, возможно, или полного повторения ситуации, при котором происходит последовательный перебор единичных представителей определенного октанта. И пример всегда сакраментальный во всех словарях переспросить всех, допустим, учеников. Самое удобное пример на это значение, переспросить всех учеников. Глядя на эти значения, мы можем сделать очевидный совершенно однозначный вывод, что переспросить 2 и 3 обозначают тот же речевой акт, что и глагол спросить. То есть это обозначение вопросов, но либо вопроса, который делается повторно, либо просто тот же самый вопрос повторяется. Либо вопрос адресуется последовательно всем элементам некоторого введенного в контексте множества. То есть получается, что общее значение глагола переспросить образуется, так сказать, композиционно по регулярным правилам. Пере, обозначающие то, что лингвисты называют совершаемостью или акцион за арт по-немецки. И, собственно, лексическая часть спросить, обозначающая речевое вопрос. Ничего, так сказать, тут такого лексически интересного нет. А вот переспросить первое, можно предыдущий слайд вернуться к нему, чтобы напомнить, задать вопрос к чему-либо сказанному, прося повторить, сказать что-либо еще раз. Вот это значение, так сказать, идиоматично. Нет такого общего правила употребления приставки пере с другими глаголами, которое бы нам задало именно такую концептуальную конфигурацию, которую я здесь представлю. Именно она является лингвоспецифичной. Теперь еще мне хочется, поскольку целый час выдан на доклад, некоторое, такое, может, не обязательное сведение дать о употреблении существительного переспроса, образованного глагола переспросить. Можно обратить внимание, что национальный корпус русского языка уже дает нам два новых значения, то есть два семантических неологизма есть уже в национальном корпусе русского языка, не зафиксированные в словарях, пока ни в одном из известных нам толковых словарей. Первое из них переспрос, оно уже четвертым тогда получается, что-то типа повторного допроса, возможно, это из специального юридического под языка. Вот как в примере допросы, переспросы, очные ставки шли своим чередом. То есть не вопрос, который просит адресата повторить сказанное, а повторный допрос. И следующее значение, по-видимому, тоже специальное пока финансово-экономическое, из финансово-экономического под языка, вот примеры из национального корпуса. Несмотря на отсутствие заметного переспроса, аукцион прошел успешно. Не рискую предложить толкование, но, очевидно, переспрос в данном случае, это когда на аукционе… Превышение спроса. Да, превышение. Завышение. Может быть, в финансово-экономических словарях это есть, но я сомневаюсь. Во всяком случае, в общий языковых здесь больших словарях, которые включают в себя и специальную лексику, пока этого нет. Это просто не попало. Зачем? Следующие словаря, пожалуйста. И вот мы теперь переходим к вопросу о лингвоспецифичности концепта, выражаемого глаголом переспросить. Я дальше буду называть концепт переспроса. Значит, что такое лингвоспецифичность? Мы ее понимаем так же, как вслед за известными авторами, пишущими о русско-языковой картине «Мира», «Анна Зелезня», «Креватиной» и «Шмелевом». В общем, почему-то «Шмелев» тут с инициалами остался. Но это случайно, это не доделка. Ваш первый вопрос. Как мы ее. Значит, что такое лингвоспецифичность концепта? Ну, концепт, естественно, должен выражаться, прежде всего, отдельным словом в некотором языке. И его лингвоспецифичность концепта, выражаемого отдельным словом, относительно других языков, состоит в том, что этот концепт в готовом виде не представлен ни в какой языковой единице этих языков. Ну, вот мы легко можем убедиться, что в английском языке нет переводных эквивалентов. Я буду за недостатком времени сравнивать только с английским языком. Не с французским, не с немецким, только с одним языком. Берем такой типовой, хороший русско-английский словарь и смотрим, что дается на переспросить. Вот все три значения там переводятся. Нас интересует переспросить один. Переводится как ask to repeat. Попросить повторить. Переспросить два, вот этот репетитив, ask и gain, буквально снова спросить. Переспросить три, просто ask, но в контексте всегда, в определенном контексте, опять-таки всех учеников. Ask all the pupils. Значит, мы видим на самом деле, что лингвоспецифичен только концепт переспросить один. Почему? Потому что второй концепт, нет, еще правильно, не надо это. Да. Вот вы видите, концепт переспросить два, ask и gain, да? Передается стандартным образом за счет введения наличия again, снова опять. Дистрибутивное значение переспросить три тоже стандартно переводится в объектную именную группу универсальным квантификатором. В частности, по-английски это all, по-русски все. То есть, концептуальные конфигурации, соответствующие значениям 2 и 3 глагола нашего, хотя они и не даны в английском языке в готовом виде отдельных слов, но выражаются регулярным образом, как это свойственно грамматическим значениям. В этом смысле данные концептуальные конфигурации не лингвоспецифичны. В синтетическом русском языке грамматические, рефактивные и дистрибутивные компоненты выражаются внутри слова с помощью приставки, а в английском аналитическом языке отдельным словом, как и следовало ожидать. В семантической специфике никакой ниже. Другое дело, действительно лингвоспецифичная концептуальная конфигурация значения переспросить один. В ней, наряду с спросить, присутствует компонент примерно такой, прося сказать что-либо еще раз. И вот он не имеет регулярного способа передачи средствами английского языка. Пожалуйста, следующий слайд. Вот по данным параллельного подкорпуса, национального корпуса, пока еще, к сожалению, слишком маленький, поэтому данные такие не очень статистически, прямо скажем, убедительные, но, тем не менее, они однозначно показывают, что никакой регулярности, стандартности в переводе этого значения нет. И причем переводной эквивалент, указываемый в словарях, всего лишь один раз из 22 был употреблен, а чаще всего переводится в текстах наше переспросить просто с помощью английского «спросить», или более развернуто «спросить», что кто-то сказал, или с помощью «repeat» повторить, или «repeat after somebody» повторить за кем-либо, или даже еще более общего значения глагол «say» сказать используется, или более развернуто «say repeating after somebody». А вот теперь вот последнее должно нас удивить, потому что, казалось бы, у нас толкуется наше «переспросить» один, как спросить, прося адресата повторить то, что он перед этим сказал. А здесь что? Сказать, повторяя самому что-то. Повторяя, да? И вот здесь мы видим, что… То есть получается, что у нас? Согласно дефиниции толковых словарей, субъектом повторения при переспросе выступает адресат, мы его побуждаем повторить сказанное, а в переводе повторяет тот, кто переспрашивает. Однако здесь нет никакой ошибки переводчика. Напротив, такой перевод отражает неполноту словарной дефиницией концепта «переспросить-один», в которой не учтено важное свойство прототипических переспросов. В том, что переспрашивающий частично, по крайней мере, повторяет то, что перед этим сказал адресат. И, как это часто бывает, анализ переводов с одного языка на другой позволяет уточнить определение концепта, выражаемого словом языка оригинала. Анализ обратных переводов. То есть, когда мы смотрим тексты английские и ищем, где в переводах возникло слово «переспросить». Это самое интересное, потому что получается, что переводчик профессиональный, оказываясь под давлением системы собственного языка вынужден употреблять свое лингвоспецифичное слово там, где для этого нет оснований особых. То есть, в оригинале сказано «say» 52 раза из 100. «Say» переведено как «переспросить». В 28 случаях из 100 «ask» переведено как «переспросить», а не просто «спросить». То есть, у нас прекрасно есть прямые переводные эквиваленты для всех слов левой колонки. Среди них «алепит» повторить, и «матер» пробормотать, и «снеп» резко сказать, и так далее. Есть, конечно, переводческие трансформации одна из которых. Вот одна у нас встретилась. «You what? I asked». Буквально «ты что? Спросил я». Переведено как «я не понял и переспросил». Но это такой частный случай. А так мы видим, что в целом в ряде контекстов переводчик, переводы художественной литературы – это профессиональные переводчики с хорошим чутьем языка, которые должны перевести текст так, чтобы он звучал, естественно, по-русски. Вот они не идут слепо по переводным эквивалентам, они чувствуют, что в этом контексте мы скажем, русский человек скажет «переспросить». И будет это слово в переводе, соответственно. Таким образом, переводные данные объективно свидетельствуют о том, что «переспросить один» и его «деливатый переспрос» – это лингвоспецифичные элементы русской таксономии речевых актов, за которыми стоит концепт, не получивший адекватного отражения в словарных толкованиях и словарных переводных эквивалентах. Теперь вот мы обращаемся к анализу собственно когнитивно-семантическому нашего концепта и попытаемся выявить свойства данного концепта, его внутреннюю структуру, проведя анализ сплошной выборки контекстов употребления глагола «переспросить» из параллельного английского подкорпуса национального корпуса, исключая, конечно, вот эти вот неинтересные рефактивные и дистрибутивные употребления. Цель наша – извлечь из текста те свойства речевого акта, которые обеспечивают его отнесение вот к этой нашей категории «переспросить». Выяснилось, что эта категория устроена не проще, чем знаменитая категория «игра», которую приводил в качестве примера Бенгенштейн, когда показал, что ее члены не обладают единым набором свойств, а связаны в рамках категории «отношения несемейного сходства». И вот, значит, поиск в основном корпусе также показывает многообразие обозначаемых этим словом речевых актов, причем как по логической форме высказывания, так и по его коммуникативной цели и другим параметрам коммуникативной ситуации. Следующий слой, пожалуйста. Вот три примера «переспрос». Посмотрите, какие они разные. Первый пример. «Программой «Семанчик», — объясняла мне Маша, — «пользоваться необязательно». «Чем-чем?» — переспросил я. Но программой, которую вам дал Кольмутов. Что здесь мы имеем? По форме «чем-чем» — эллиптичный и специальный вопрос, то есть вопрос с спросительным словом. По коммуникативной цели — просьба объяснить значение непонятного слова. Второй пример. Разговор интервьюеров-журналистов с певцом Гуйновым. Потом они спрашивают, какая интерпретация его какого-то странного номера больше его устраивает. Что он самурай в этом номере или что он какая-то тетка. Спросили, кто ему ближе — тетя или японец. На что он реагирует так. «Вы видели когда-нибудь самурая с баяном?» «Везливо переспросил Гуйнов». Значит, переспрос совершенно другой здесь. По форме — это общий вопрос, а не специальный. По коммуникативной цели — это косвенный отрицательный ответ. Что, конечно, никакой не самурай. Следующий вопрос из «Золотого теленка», из 12 стульев. «За какие-то поддержанные 10 стульев — 230 рублей. С ума сойти?» «Да», — деревянно сказал Астап. «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?» По форме «Общий позитивный вопрос». Вот это «Правда». Общий позитивный вопрос по коммуникативной цели — запрос на подтверждение согласия. Общим для всех переспросов оказываются всего два свойства. Настолько они разные, что выучить общую можно только вот эти две вещи. Вопросительность. Они содержат интенсационный лексический маркер вопроса. Графически это маркируется соответствующим знаком. И реактивность. Это всегда реакция на вербальную информацию. Реплику собеседника, прочитанную фразу в этом роде. Хорошо, может быть, это и есть определение переспроса, и нечего тут городить огород. Вовсе нет. Потому что далеко не любая вопросительная реплика, которая обладает этими двумя свойствами, может быть по-русски названа переспросом. Вот смотрите диалог 5. Пара диалогическая. «Ты слышал? Лев завтра уезжает». «Куда?» Или «А Маша?» И это, конечно, мы скажем «спросил такой-то», «спросил я». И ни в коем случае это не будет введено как «переспросил я». Потому что это уточняющий вопрос, так называемый. Это вовсе не переспрос, хотя он и вопросительный, и реактивный. Это является реакция на услышанное. Значит, концепт переспрос к этим двум свойствам не может быть сведен. И очевидно, что соответствующей наблюдаемым данным может быть только семантическая сеть, организуемая вокруг портотипа, обладающего максимальным набором отличительных характеристик категорий. Выявить портотипические переспросы помогают переводы с английского, в которых переводчик вынужден под давлением концептуальной системы родного языка использовать глагол «переспросить». И вот, проанализировав материал корпуса нашего национального, мы выделили набор из 11 признаков, организующих структуру концепта и выявили их значение. И до проведения более масштабного корпусного исследования мы считаем портотипическими для переспросов те значения признаков, частота встречаемости которых хотя бы больше единицы была на 100. На всякий случай можно считать, что они, во всяком случае, важны для переспросов, являются для них портотипическими. Ну вот, для того, чтобы дальше понимать, вводится ряд сокращений П – переспрос, Г – говорящий, стимул переспроса – это тот семиотический объект, на который реагирует говорящий, повторяемый фрагмент стимула – это тот фрагмент реплики предшествующей, который повторен в переспросе, WH-pron – это вопросительное местоимение, FORFP – это фокусный фрагмент переспроса, то есть тот компонент переспроса, который содержит маркер вопроса. А что у нас в русском языке маркер вопроса? Это особый фразовый акцент или вот вопросительное местоимение, да, Моу Юрьевич Проком? Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь приведены эти 11 признаков. Очевидно, может быть, у них разные веса. Мы пока об этом не задумывались, но, во всяком случае, вот все они представлены в тех контекстах, в которых, в обратных переводах, в которых переводчик вынужден использовать данную лексическую единицу. Ну вот, естественно, первое – это общее свойство, что стимулом перевода является либо непосредственно предшествующая реплика собеседника, либо какая-то другая неформальная информация. И вот из этих двух значений данного признака выделено жирным шлифтом, полужирным – это, конечно, прототипическое значение. Прототипический переспрос – это реакция на непосредственно предшествующую реплику собеседника. Но может встретиться и такое. Человек читает надпись, что это там центр атомных исследований, и переспрашивает, он читает ее по-французски и спрашивает соседа, который с ним рядом в машине сидит, правильно ли он понял эту французскую надпись, переспрашивает, переводя на английский язык эту надпись. Адресатом прототипически является автор стимула переспроса. В других случаях – другое лицо. Причина переспроса – прототипически нарушение нормальных условий входа-выхода по сервию. То есть плохая слышимость, незнание языка, на котором к тебе обращаются. В общем, что-то, не имеющее отношения к смыслу высказывания, а к таким вот условиям канала коммуникации. Специфические свойства стимула переспроса тоже – это прототипическое значение, но бывает и что-то иное. Это уже не прототипично. Свойства стимула, вызывающие переспрос. Что, собственно, переспрос вызывает? Прототипически – это незнакомое говорящему выражение, неизвестный говорящему референт, неясный говорящему смысл, противоречие смыслам, знаниям, мнениям или ожиданиям говорящего. Это все прототипические случаи, но бывает и что не прототипически, бывает и что-то иное. Коммуникативная цель – пятый признак. Прототипически – это побудительная цель, побудить адресата к речевому действию. Но бывает не прототипически – констативная. Прототипически – бывает экспрессивная функция – выразить свои эмоции. И не прототипически – еще фатическая функция. В дальнейшем я поясню. То есть такая функция – как бы потянуть процесс общения. Ничего более. Шестой признак – ожидание реакции собеседника. В прототипическом переспросе тот, кто переспросил, ждет реакции собеседника. Не прототипическом – он не ждет, а продолжает свою речь дальше. Как бы совершив переспрос, продолжает излагать дальше свою мысль. И это не прототипический случай, безусловно. Теперь следующий седьмой признак касается формы. Наличие в повторяемом фрагменте стимула… Наличие в переспросе повторяемого фрагмента стимула или вопросительного местоимения. Прототипически должно быть. Но есть не прототипические случаи, когда их нет. Восьмой признак – качество повтора этого стимула. Повтор бывает точный, и это прототипично. Бывает семантический повтор, то есть синоним переспрашивается с помощью синонима. Трансляторный, с помощью перевода. Фонетически сходный, когда произносится слово, по форме похожее на то, которое собеседник только что сообщил. И это все не прототипично. Теперь тип фокусного фрагмента перевода. Прототипический – это именно тот повторяемый фрагмент предшествующей реплики. Или это вопросительное местоимение, но бывает и что-то иное. И это иное не прототипично. Десятый предпоследний признак – согласованность вопросительного местоимения составляющей реплики стимула. Формальная и семантическая. В прототипических случаях есть, в непрототипических нет. И последний признак – републикация вопросительного местоимения. В прототипических вопросах она возможна, а в непрототипических нельзя републицировать. Нельзя сказать, когда просто задаем вопрос, когда заканчивается конференция. Мы не скажем, когда-когда заканчивается конференция. Это неправильно по-русски. Но когда мы переспрашиваем, кто-то сказал, конференция заканчивается в четверг. Когда-когда заканчивается конференция? Значит, вот в переспросе мы можем сказать, когда заканчивается конференция. Прекрасно можем редублицировать. Когда-когда заканчивается конференция? Это свойство переспроса. Переспросить, какую редубликацию возможно сделать, в обычном вопросе нет. А куда вы удалились? Это другой, это опера, другой жанр. Разумеется, в сознании носителя языка эти признаки репрезентируются иначе, но именно они и их значения определяют, с какой вероятностью высказывание, имеющее форму вопросительного предложения, будет категоризованно говорящим как переспрос. Чем большее количество данных признаков имеет прототипические значения, тем скорее оно будет вводиться глаголом переспросить. Вернемся к нашим примерам. Вот посмотрим, прототипические тут переспросы или нет. Пример второй. Вот программа C-Magic пользоваться необязательно, чем чем переспросил я. Причем неправильная, конечно, тут пунктуация, тут надо надолго чем-чем через дефис написать, по смыслу это именно так. Вот. Этот пример прототипический переспрос. У него прототипические значения по большинству этих признаков. его стимул непосредственно предшествующая реплика собеседника. Его адресат автор стимула. Его причина свойства стимула, состоящая в присутствии незнакомого говорящего выражения. Его цель побудить адресата к объяснению этого выражения. Его фокусный фрагмент вопросительное местоимение. Чем? Причем с редубликацией. И формально семантически это местоимение соотнесено с именной группой стимула, программой Семанжи. Теперь посмотрим на третий переспрос. Примеры три. Он находится на периферии категории, поскольку прототипические значения по существенно меньшему количеству признаков. Хотя в переспросе и повторяется кусочек предыдущей реплики, а именно слово «самурай». Но качество повтора и его коммуникативная цель не прототипические. И фокус переспроса. Вы видели когда-нибудь самурая? На видеть. Да? Видеть у нас и неповторяемый фрагмент стимула, и невопросительное местоимение. Так что совершенно не прототипический фокусный фрагмент в этом вопросе. И повторяемый фрагмент стимула. Да. И это, безусловно, не прототипический переспрос. Вот это четвертый пример. Тем более, причина и цель переспроса не прототипичны, а повторяемый фрагмент стимула вообще отсутствует. Но вот в этом «правда» вообще не повторено ничего из предшествующей реплики. Да? Поэтому неудивительно, что вот этот пример, вот этот из 12 историй, в единственной в национальном корпусе случай употребления реплики «правда» в сочетании с глаголом «переспросить». Таких реплик «правда» там сотни, но «переспросить» только один раз она характеризуется. Обычно это «спросить» или «удивиться», «обрадоваться» и тому подобное. «Правда» удивился он там или «правда» обрадовался он. «Правда» спросил он. И один раз только вот в этом контексте «правда» переспросил он. Неудивительно, потому что это не прототипический совершенно переспрос. Теперь если мы сравним данный набор признаков категории с толкованиями словарей, станет очевидно, что последние описывают только прототипические переспросы, но при этом игнорируют их важный аспект, формальный. А именно то, что в прототипическом переспросе акцентно выделен либо компонент, повторяющий фрагмент реплики стимула, либо вопросительное слово, морфосинтаксически соотнесенное составляющей реплики стимула. Иначе говоря, прототипический переспрос в обыденном сознании – это вопросительная по форме реплика, которая сигнализирует о сбое в нормальном течении диалога, указывая своей формой на ту часть предшествующей реплики собеседника, которая ответственна за этот сбой. Другие виды вопросительных предложений могут быть отнесены в категории переспросов, если у них обнаруживается та или иная степень формального или функционального сходства с прототипическим переспросом. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь переспрос как термин лингвистики. Встречается термин переспрос или его синоним вопрос-переспрос во многих исследованиях, посвященных описанию и классификации вопросительных предложений русского языка. Вот я привожу примеры употребления. Мы приводим переспрос. Интенсионная модель переспроса признается специфической. Переспрос может совпадать по форме с утвердительными предложениями с местными вопросами. Приводятся примеры и так далее. Это из учебника дистанционного обучения по фонетике. Или название диссертации Ростовчанки Аведовой. В докторской диссертации вопрос-переспрос как реактивная реплика в англоязычном идеологическом единстве и так далее. Также важно иметь в виду, что термин переспрос используется как перевод англоязычного термина «ecoquestion». Характерно, что в работах русистов определения переспроса, как правило, отсутствует. Вообще нет к нему. А если есть, то это неформальная характеристика, типа той, которую уважаемая наша Брзбунова, энтонолог, дает в своих работах. Вопрос-переспрос принадлежит спрашивающему, который что-либо не расслышал или не понял. Это очень нестрого. Намек, кстати, на то, что такое переспрос. Определением это очень трудно считать. В отличие от этого, в работах по английскому языку, управление определения «ecoquestions», установлению критериев принадлежности к данной категории и ее внутренней структуре уделяется гораздо больше внимания. И вот я думаю, что это можно объяснить именно тем, что для англичан это не очевидное, не заданное в картине мира тип речевого актера. Это именно научная абстракция некоторая. Это термин изначально. У них нет такого понятия эхо-вопрос. Это только в лингвистических текстах можно встретить. И поэтому они и относятся к нему как к термину. Спорят, дают разные определения. Единства мнений нет. Кто-то луже определяет, кто-то шире. Потому что даже научные термины обладают некоторой такой мягкостью структуры и позволяют выделять те или иные участки экстенсионала и определять их более строго. Давайте дальше. Это именно связано с тем, что у нас это как бы очевидно, поэтому нет определения. На самом деле очевидности никого нет. Вот наше предлагаемое узкое определение. Оно длинное, но потому что надо действительно дать точное определение. Переспрос в русском языке это вопросильная по форме реактивная реплика, в формальной структуре которой интенсионно, а именно восходящим тоном в верхнем регистре, маркирован фокусный компонент, отсылающий к тому фрагменту предстоящей реплики стимула, который говорящий не расслышал или не может проинтерпретировать. Этот проблемный фрагмент может быть равен всей реплике. Высказываемость целью побудить адресата устранить причину сбоя в развитии диалога. Отсылка осуществляется одним из двух способов. Путем повтора всей реплики стимула или ее части, содержащей проблемный фрагмент, или только проблемного фрагмента. Путем повтора всей реплики стимула или ее части с заменой проблемного фрагмента на вопросильное мастеременное выражение. Либо при помощи только вопросильного мастеременного выражения, соответствующего проблемному фрагменту. Вопросильное местоимение в составе переспроса может подвергаться или дупликацией. Вот это узкое, строгое определение, которое сразу отсекает большую часть всех периферийных переспросов, которые мы, как носители языка, считаем переспросами, там употребляем слово «переспрос», но под это определение они не подойдут. Но мы можем встать на другую позицию и определить переспрос широко, так, чтобы в него, по возможности, вошли большее количество того, что мы обычно называем, как носители языка, переспросами. И тогда мы уже можем делать типологию переспросов. Да, дальше. И что такое тип будет? Это кластер из 11 признаков, которые мы выделили для этого. Разные кластеры, разные типы. И тогда у нас все будет делиться на прототипические переспросы и не прототипические. Прототипические дальше будут делиться на переспросы с повторяемым фрагментом в фокусе или на местоименные, или частно-вопросительные переспросы. И внутри может быть дальнейшая классификация уже по формальным основаниям или по синтаксической позиции местоимения и по семантике местоименного выражения, или по наличию и отсутствию согласованности с антицидентом в реплике стимуля. У нас есть иллюстрация здесь дальше? Да, ну вот давайте посмотрим. Это типичная интонация для вот таких вопросов. В газетах? Вот такой вот эллиптичный переспрос, когда до этого сказано в газетах. Повторяется часть землики. Стимулы мы видим, что быстрый довольно подъем и достаточно крутой. В принципе, по проскуловой должно было бы быть дальше ровно, но бывает иногда в таких коротких переспросах дальше падение немножко идет. Зато видно, что никакого падения нет в развернутых переспросах. Пожалуйста. Видите, куда-куда ты уезжаешь, куда-куда, вот выбросительный маркер, ну куда-куда, подъем, как можно для вопроса. Характерно для переспроса именно то, что дальше нет падения тона. И все остальное, постцентровый фрагмент идет на высоком токе. Дальше. Непрототипические переспросы могут поделяться как на функциональных, так и на формальных основаниях. И по функциональному основанию можно выделить следующие типы. Вот уточняющие переспросы. Пример хороший. Если Лена из Добатова. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивала, то ли Гладилин. Если Лена исходила о Шукшине, я уточняла, Вася Шукшин. Значит, это уточняющие переспросы. Не путать с уточняющими вопросами. Следующие фактические или уясняющие переспросы. Вот смотрите, один говорит, куда он уезжает, спрашивает другого. А тот говорит, куда он уезжает, да я не в курсе. Вот это можно озвучить, по-моему, да? Можно и Гладилина озвучить. Ну давайте. Так вот, то ли это вот этот. Как будет? Видно вот эту вот? Внизу сначала. Толи Гладилин. Толи Гладилин, это вот уточняющий переспрос. Если на фамилии, то видите, что? Что? Толи Гладилин? Опа, вот. Толи Гладилин. Вот это же переспрос, а это уточняющий переспрос. Толи Гладилин, я ее проведу. Значит, вот он, подъем на Гладилин. Это по-теопически переспрос. Вот это подъем на ТОЛе. Тут фокусируется на новой информации. Вот это уточняющий переспрос, в нем вводится некоторая новая информация. При статипическом переспросе никакой новой информации нет. Она вся повторяет часть того, что есть в предыдущей реплике. Следующее у нас что? Это фатический переспрос. Куда он уезжает? Видите, совершенно по-другому интонируется. Не куда-куда он уезжает, как было раньше. Куда он уезжает? Да я не знаю. Совсем другая интонация. Еще раз? Нет, нормально. Куда он уезжает? Это не переспрос, это интонация, это ясно. И еще один переспрос у нас там был. Мы его, по-моему, не... Есть, есть. А? Как вы сказали? Да. Это переспрос с повторением модусной части, где есть сказать, да? Тут и какие-то такие вот предикаты, собственно, модусные, а не диктальные. И дальше следующий слайд. Значит, заключение. Итак, мы рассмотрели литвоспецифичную лексическую категорию русской обыденной токсономии вещевых актов переспроса. И на основе корпусных данных построили ее когнитивную модель в виде набора признаков с прототипическими и не прототипическими значениями. Далее мы констатировали отсутствие в литературе, посвященной вопросительным предложениям русского языка, определений переспроса как термином. И предложили возможный вариант такого определения на базе прототипических значений выявленных признаков. Учитывая некомогенность множества вопросительных предложений, подводимых под обыденное понятие переспроса, мы предусмотрели также возможность широкого понимания термина переспрос, как обозначающего несколько разных типов реактивных вопросительных предложений, связанных с отношениями сходства семейного по тем или иным формальным или функциональным признакам с прототипическим переспросом. И построили типологию переспроса для русского языка. И в заключении можно сказать, что при широкой трактовке переспроса как термина необходимо иметь в виду, что так называемая интонация переспроса, вот очень часто именно в таком виде переспроса, в составе сложного термина интонация переспроса, характерна не для всех возможных типов переспроса. Она не распространяется на уточняющие переспросы, фатические переспросы и переспросы несогласия или контрвопросов. То есть все типы переспросов отличные от прототипических по коммуникативной цели или по коммуникативной функции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...